добрый день для сегодняшней тренировки нам понадобится бутылка с водой я специально и подкрасил чтобы было видно вам красить не надо просто налейте вот столичка и объем бутылки совершенно не важен может быть и поменьше вот и пояс обычный пояс и так что мы должны сделать поиск нужно сложить пополам да и вот здесь на серединке нужно завязать узел старайтесь прямо на центре это сделать так чтобы получилось вот так да и соответственно одеваем это на горлышко и затягиваем хорошенечко очень хорошо да если вы используете не пояс какую другую веревку убедитесь что узел крепкий пояс он обычный развязывается чтобы это сделали родители ваши вот таким образом должно вас получится . да да уходит. Когда она приближается, то траектория должна быть вот такая, как маяк. Бутылка должна все время летать в этой плоскости. Если сложно, можно уменьшить еще траекторию. Поставьте прямо перед собой и опять же чувствуем вес воды. Соединяясь с этим движением, отхожу в сторону, обязательно сдвигаюсь в сторону и пропускаем мимо себя, чтобы этот маятник был. Наматываем на левую руку пояс, вот таким образом. Здесь вставляем буквально два кулака. Правая стойка, правая рука перед собой и у нас бутылка будет бить нам прямо в лоб, таким образом. А вторая рука, она принимает этот удар к себе, от себя, к себе, от себя, к себе, от себя. Ногами немножко раскачиваемся, как на тарифуна. Так, чтобы этот кач был виден. Назад принимаем, от себя отталкиваем. Как будто бы мячик в волейболе. Мячик летит, принимаем, обратно отталкиваем. Если в волейболе мяч жестко принимает, пальцы себе сломаем. Нам нужно мягко принять и обратно отталкиваем. И добавляем всю гляжь. Назад, вперед. Когда двигаюсь вперед, я отталкиваю от себя. Когда на меня летит атака, я отскакиваю назад. Вот таким образом мягко рука принимаем. Ладошка ложится прямо на лоб. Она принимает колбу, я от лба отталкиваю. Следите опять же за позицией туловища. До наклонов идти не должно. Спина прямая. Двигаемся вот эту точку. Я несу вот эту точку. Вспоминаем так же. С носочков и отталкиваемся. Мы стоим на одной линии. Как только на нас идет движение, я шагом вперед, меняю стойку. Опять движение на меня. Шагом вперед, меняю стойку и освобождаю зону, на которой двигается бутылка. Ушел. 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 Да, спокойно, не спеша. Главное смену. И это должно быть не... Сейчас не дергай на движение, да? Спокойно отошел. Едет поезд. Ко мне приближается поезд. Я стою на рельсах. И с рельса ушли. С прямого входа. Представьте, что бутылка – это направление удара. То есть, кто-то кого-то подошел, да, и хочет у вас бутылку дарить. Ну, либо представьте, что это удар кулаком в живот. Вот оно направление. Я вижу эту руку, она приближается ко мне, двигается, ухожу с линией атаки, меняя стойку и захватываю сверху. Вторая рука будет снизу. Шагом вперед, бутылку переворачиваю и воду выливаю. Так, еще раз. Кто-то подошел ко мне с брызгалкой, хочет меня обрызгать. Первым движением. Я ушел, чтобы он меня не обрызгал. А вторым движением направил на него. Правая стойка. И римитинг. А ну, ход с линией атаки проверили. Перед горлышком никого нет. И вторым движением. Вот такая же низкая стойка. Выпад. Ножку нагружайте так, чтобы вы здесь чувствовали мышцы в ногах. Если нога так, она расслаблена. Больше нагружайте. Спина при всем при этом ровная. Раз. Два. Да. Если вспоминаем технику ТГЭШ. Это залом кисти. Вот таким образом кисть переворачивается. Да. То есть вы должны имитировать захват. Да. Кисть. И как мы ее скручиваем. Представляете, что бутылка это рука партнера. И вы ее переворачиваете. Загибаете вниз. Опрокидываете партнера в пол. Еще раз. Перемьитинг. Низкая стойка. Здесь фиксация. До двух досчитали. И вернулись обратно. Загружать линии атаки правосторонняя стойка. И отсюда гудряешь с дверью. Сегодня мы делаем обратную планку. Ноги ставим на возвышенность. Руками упираемся в пол. Попу поднимаем от пола. И здесь, в этом положении удерживаемся максимальное количество времени. Если попа касается пола, секундами расстанавливаются. Прекрасно понимаю, что времени сейчас меньше, чем когда у вас были просто каникулы. Есть уроки. Но тем не менее, когда у вас уроки были в штатном режиме, вы находили время на тренировку. Точно так же обозначьте время тренировочных часов. И тогда вам будет удобно записывать и видеоотчеты. И вообще уделять время на физическое развитие. До новых встреч.